Друзья, всем привет! Мы уже все, коробки купленные на аукционе, притащили в комнату. Ярослав готов улыбаться, кривляться и сделать для вас распаковку. Распаковка. Итак, вот номер один сковородка. Сковородка из нержавейки. Ну, какие-то... Использовали? Ну, не факт. Какая-то, она как будто чуть-чуть чем-то вымазанная, но так она вроде выглядит новой. Чуть-чуть замацанной. Тут, может быть, водичку какую-то грели. Не знаю, или испугались просто нержавейки или что-нибудь еще, потому что нержавейку нужно раскалить, чтобы на ней вода скатывала шарики. И все. Дальше все будет хорошо. Здесь все чуть-чуть потертая. Ну, в целом, за эти деньги, что она нам досталась, крышка тоже такая-то чуть-чуть потертая. Но это не нержавейка, да, она не будет зеркальная постоянно. Покупали целенаправленно для себя. Цена новой такой 130, мы взяли за 55. Посмотрим, как на ней котлетки будут. Ну, этот продавец на аукционе сказал, что классная серия посуды. Ну да, там какой-то мальчик, который нам приносил, говорит, у меня дома много посуды из этой серии. Если это не все хорошо, то вы не разочаруетесь. Так, значит, выключатели. Умные или полуомные выключатели. Единственное, что это как бы, я потом уже почитал, не совсем выключатель-выключатель. Это три-вэй, то есть для, ну вот где на лестнице или где-то там в комнатах проходных. Их под этот, что-то какие-то остатки проводов, видимо, уже. Что-то их подключали, чем-то они, значит, остались недовольны. Я так думаю, что их не получится использовать как самостоятельный просто выключатель. Надо будет именно вот устанавливать там, где три-вэй. То есть в одном месте включил, во втором нажал, и они управляться будут вместе. Ну, это мы разберемся, потом посмотрим. Рамочки в комплекте. Доставать их, не знаю, доставали или не доставали. Походу рамочки даже не доставали. Они вот пленочкой стянутые. Ну, посмотрим, почитаем. Вот, попробуем или применить у себя, или продать. Ну, не знаю, как бы насчет того, что только они будут спросом пользоваться. Цена новых заявлена как 50. Мы, по-моему, за 12 купили. Но вообще итоги потом в конце подводить мы не будем. Мы решили для себя, что... Да, да, ну, вот эти вот, как бы, оценки стоимости нового, не нового, проданного, не проданного. Если мы что-то удачное очень продадим, то, может быть, когда-нибудь расскажем. Или хорошо применим у себя. А так, оценки всего этого, да. Поехали дальше. Это я пока даже распаковывать не буду. Это зарядная в машину, в автомобиль, 12-ти вольтовая вилка. И здесь 4 USB и 2 USB-C. В комплекте две штуки. У меня тут как-то еще, типа, какие-то то ли клипсы, то ли что-то еще. Пойдем посмотрим. Может быть, и ставим себе, потому что постоянно что-то нужно подзаряжать детям. А, может быть, продадим. Там уже кот под столом. Полез в коробки пустые. Из маленьких коробочек следующее. Это у нас статуэтка. Статуэтка. Статуэтка Fanko Pop. И она в коробке почему-то ее перевернула до горы ногами. Видимо, поэтому ее и вернули. Fanko Pop Deluxe. Я вот единственное уже не помню. Мы когда-то тогда с склада продавали парочку таких штук. Какая-то из них там была, точнее, две из них, они были дорогие, потому что там они чем-то отличались. Здесь кто-то, Тремус Люпин с, не знаю, с чем-то. Но тут какой-то, не только фигурка, тут он еще какой-то у него домик. Ну, вот такая вот коробка. Теоретически, я думаю, ее можно аккуратненько открыть и поставить на место. Потому что, потому что скотча никакого защитного я здесь не вижу. Ну, цена новой 30, да? А мы, наверное, за 5 взяли. Ну, все они, да. Все они новую 30, как бы, просто иногда попадаются какие-то... Нет, Ярослав, вот эти 15 новые. Ну, обычные 10-15. А, ну, обычные, которые там совсем маленькие, да? Да, боже мой, что тут вон его... Он целый? Он просто с вот этой вот дырочкой. Да, где тут петочкой надо его поставить. А лицо нормально, правильно? Так и надо поцарапать. Я не знаю, я не особо в Гарри Поттере разбираюсь. Ну, выглядит, что, да, что так и надо. Ну, сам Гарри Поттер мальчик со шрамом, да? Это, наверное, тоже кто-то покоцанный. Кто покоцанный? Кто такой? Так он тоже с палочкой. Ремус Люпин. Ну, тоже с палочкой. Все с палочкой. А, ну. Волшебники, да. Напишите нам в комментариях, кто такой Ремус Люпин. Зачем ему два шрама на лице? Запопробуй. Следующая коробка. Ну, можно интригу подержать. Мы-то знаем, что здесь. Вот тут вот с этой стороны видно. А, с вашей стороны видно, да? Просто с нашей стороны вообще написано, что это такое. Ну, с моей стороны тоже написано. Это, скорее всего, возврат. Почему он такой... Перепакованный. Сейчас попробуем выяснить. Ну, это клетка для хомяка. Комплект. А в комплекте колесо. Ну, открывали, да. Открывали, похоже, все. Хомяками не пахнет. Может быть, что-то пошло не так. Ну, колесо, похоже, не собирали. Там болтики все на месте. Тебе непонятно? В целом, не важно. Так. Беговое колесо. Одна штука. Мисочка. Прикольно. Для корма с ягодками. Коробочка. Раскоробчатая. Напомним, что мы клетку брали только под продажу. Потому что клетки для зверей хорошо продаются. Ты на меня так посмотрел, как будто... Нет, ну, хомячиную клетку мы, кстати, думали еще, что... Не знаю, что с ним делать. Так. Это, наверное, собирается домик. Мы сейчас собирать его не будем. А вдруг нам ветром не кралит. Ой, я не хочу себе животных больше. Два пакетика. Не знаю, что в них было. Это паилка с креплением. Тоже тут оторвали что-то. Вон лежит крепление. Вот это вот крепление сетки. А это... Тут и нарисовано. Это такой мостик. Он там внутри ставится. Чтобы по нему можно было лазить. Он, наверное, на проволочках, скорее всего, можно как-то фигурно закрутить. Так. Смотрим дальше. У нас поддон. Поддон. А под поддоном клетка. Так. Ну. Учитывая вот это вот такое состояние, наверное, надо собрать, чтобы посмотреть, насколько она целая. Но ей не пользовались. Ну, хомяками, я же говорю, да. Не пахнет ей. Что-то не понравилось. Зачем они только паилку тогда распаковали, если они не собирали ничего? Ну, захотелось, вот. Ну, возможно, я не пользуюсь как-то на жизнь. Ну, вот, конечно, не всяких. Хомяк ее может открыть. Убирай коробку. Будешь собирать? Ну, да. Ярослав собрал клетку и домик, и колесо, и все собрал. Говорит, фоткай. Алиса кричит. Не надо фоткать. Будем заводить камеха. Следующая коробка, которую, в принципе, товар мы тоже думали себе. Это система хранения для кухонных шкафчиков в виде выдвижных металлических где-то картинки. Там смех. Ну, вот здесь вот. Очень сильно все дымит. Возможно, не комплект. Уже была распаковка его? Была. так. Возможно, у кого-то не получилось собрать. Ну, как бы, даже не все булочки распакованы. Так. Это сама. Возможно, знаешь, кому-то могло не подойти по размеру. Комплект для сверления. так. Это у нас эти сами да? Вот они. Салазки. Салазка два, салазка два. Поцарапана нет? Рамки. Вот это что-то, честно говоря, непонятное. Это, наверное, должно крепиться на сюда. На ящик. сейчас посмотрим по комплектности, которая здесь особо не указана. Или это вообще запасные штуки? Я, честно говоря, не понимаю. Даже еще в шкафчик все крепить. как-то. Да, вот эта вот штука крепится в шкафчик. Потом вот это вот правая-левая, Вот отверстия, и вот они сюда прикручиваются. так. Ну, соответственно, потом вот так. И потом, значит, тут можно их немножко на разной высоте, и потом вот эта вот проволочная корзинка, вот эти вот пластиковые направляющие, она просто в определенном положении берется щелк и защелкивается. вот это вот зачем? Я уже что-то не понимаю. То ли это запасное, то ли что-то еще. Я думаю, мы попробуем все-таки в свой шкафчик это прикрутить, и потом в отдельном видео тогда в домашнем влоге каком-нибудь покажем, если оно все сойдется. А пока складываем. Я думала, будет хуже, оно так гремело, что так, следующая коробка, Amazon, заклеенный скотчинг, возврат, сейчас посмотрим, в каком состоянии был возврат. А то слышали от истории, один из купил камеру на том же самом аукционе, которая явно поработала несколько лет, ее вернули как это у нас топпер, он же на матрасник, так, его явно доставали, и интересно ждет у нас их, смотри, разные бывают? Нет, твоя коробка использована, по-моему, какой-то пыльный, грязный какой-то. Ну, не знаю, я ничего не вижу, ты скажи. Такой толстый, это я на Женя, она на кровать хотела взять на матрас снова, чтобы защита была не такой толстенький, конечно. Ну, его постирать изначально, но он вроде целый, ногами по ним вроде не ходили, не писали, никакого нету. Вот. Ну, сначала надо спросить, у Жени согласована на такой на матрасник. Я думаю, постирать в любом случае надо. А если нет, тогда может Алисе потом надо будет. Тебе надо будет на матрасник? Да. Такой толстый, он просто не такой тоненький, как этот. будет такой мягкий кровать. Вот. Годобно спать. Ну, постираем, на Жене на матрасе примерим, а потом решим, кому. Будем что-нибудь еще сейчас? Лампу. Лампа. Фонарь уличный, да. Себе обратно. Хотели, думали, если по дешевке, так поменяем тот, что висит. Ну, надо еще посмотреть, конечно, на качество. О, фидопласт. Фидопласт еще не будет. У нас он подсматривает, кто у нас сидит. тут рядом рыжик. что-то треснут и пенопласт переклеены, склеены. Возврат однозначный был, потому что коробка поломана, пенопластовая. Что бывает разное возврата, неиспользованное бывает. Целая путь. Как-то печалька, что-но без лампочки? А, так и написано, что не включена лампочка. Так, ну, не знаю, по-моему, мы ее даже не пытались ставить. Стекла, 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 вроде бы даже целые. А чего дна нету? Так, а надо? для вентиляции зачем дно? И в нашем нету. Мухи и в нашем тоже нету. Потому что пауки прилили паутину, а в мухи летали. Короче, вроде бы целые. Надо на улице примерить к стене и решить хотим мы его вешать или не хотим. Но это металл или пластик? Ну, это какой-то металл. Если повесим, тоже покажем тогда в отдельном видео. Коробка душ. Душ? Даже вроде двойной. Сейчас будет. Ну, нарисован бы черный. Ну, не говори. Так, ну, шланг нетронутый. Вот эта вот штука как будто бы открытый пакетик. опять-таки, тут он защитная пленка. на месте. ну, видимо, пальцами трогали. Не знаю, что он тут звенит. Это явно переключатель этого. Режим оно пластмассочка. Сколько там заявлено было новая стоимость? 208. 208 за пластмассовые две головки. Что-то я как-то очень сильно сомневаюсь. И они там были налетены черные, да. Так, погоди. А, тут еще должна быть, по-моему, держатель. Труба. Да, труба есть. Тоже такая методическая пластик. то есть акстенина крепится на скотч, да? Вот это вот крепится к начинке. Какое-то несоосное вообще. кривовато как-то еще капец. Наверное, потому и вернули. Оно несоосное. Может, тут оно, конечно, можно, но я боюсь сломать, учитывая, что тут. А, ну вот какой-то есть этот, какой-то болтик регулировочный есть. Ну, короче, вот эта вот штука, да, вот эта вот подразумевается, прикручивается к трубе, которая выходит из стены. Там есть еще отдельная труба, может быть, как удлинитель или как что-то еще. А нижняя часть, она просто упирается в стену, да, и клеится на скотч. Здесь у нас, здесь у нас какая-то, не знаю, что, зачем она здесь так крутится. Что-то тут слишком много каких-то двигающихся вещей. И снизу, то есть вот этот остается такая здесь фиксированная голова. Снизу прикручивается шланг, и есть еще один душик, который шлангом вот так вот сюда вставляется. Но вот эта штука и вот эта вот они не в одной плоскости, ну, то есть оно бракованное все. Оно какое-то все перекошено. Тут есть какие-то болтики, но здесь отверстия, здесь уже все. Единственное, что может быть вот это вот может немножко шевелиться, но считывая, что здесь поэтому идет вода и не везде будет хвататься. Ну, вот этот краник, который, наверное, включает второй душ. Короче, не стоит 200 долларов, потому что просто... за что бы не захотел из-за такой отдаваться. Ну, да ладно. Просто полки. Так. Полки. Оператор уже присел. Я не сразу даже нашел. новая. Чего их вернули? Может, кого-то цвет не устроит. Нам в спальне, в принципе, этот цвет, наверное, подойдет под кровать. запаянная. Видимых повреждений нету. Качество тоже не наблюдается. то есть, естественно, это не доска. Естественно, это сплав картона с полиэтиленом на таких вот скрытых креплениях, типа невидимые. И просто когда делают полки на рассчитанный под нормальный вес, здесь проходит вот так вот штырь, чтобы была какая-то опора. А здесь у нас вот такие бракеты просто прикручены. Ну, да, там статуэточку какую-то поставить на них можно будет. А все? То есть вот это крепление болтов? Ну, наверное, как-то внутри что-то спрятано. Я так предполагаю, они еще снизу полые. Ну, давай откроем, посмотрим. Просто ничего там больше нету, да? Нету ничего. Нету ничего. Тут болты свои. Значит, болты свои, что там у вас? Ну, у нас опять палочки. Пенопластью. Вот здесь уже ну, чуть-чуть выглядит это дело посолиднее и да, вот о чем я говорил. Вот это вот крепится к стене и на это уже что-то можно поставить. То есть получается единственное, что, конечно, мне непонятно, полочка насаживается и что? Там есть какие-то дырки снизу. Да, снизу есть. А, вот, точно. Точно, да, снизу есть какие-то дырки. вот здесь небольшой скол. Значит, вот здесь вот она фиксируется. Так, ну, сверху скола не видно. Ну, здесь тоже вроде бы целый. Честно говоря, вот эту полку случайно купили, потому что она не по цвету и мне столько полок не надо было. Что-то наставили и выиграли случайно. может быть, по цвету я согласен, может быть, я подруги к кабинете у себя ее приобрели. в коридоре там все коричневое, не знаю. Следующая коробка чехлы для автомобиля. Ну, опять же, купил, потому что она там была дешевая. Не знаю, буду ли я это в своей машине. Теперь они такие универсальные, не особо там большого качества, это какой-то винильчик. Возможно, какую-то другую машину пригодится застелить. Я особо даже сейчас их разворачивать не буду. Как хочется. Снимай вот эту вот вкусную полу. Ты снимаешь? Угу. Так, следующая коробка, еще одна такая вот система хранения в кухонный шкафчик, но двухъярусная. Так, я бы сказал, не особо тут это все и доставали. Как-то оно выглядит упаковано лучше, чем предыдущее. То есть, все полностью такое... не, ну, судя по разломанным стяжкам, наверное, что-то пытались раскрывать. Все полностью такое уже, только двухъярусные. и поуже получается. И поуже, тут мы имеем. Ну вот, даже со стяжками. Это что? Такого у нас там не было. Это, наверное, просто уровень, то есть, их же надо соединить вместе по высоте. А, ну да, они же вместе выдвигаются. Так, а, ну правильно, то есть, салазки только снизу, а эта конструкция собирается вместе между собой, а это шаблон. Другой инструкции у нас нет. Ну, инструкцию, по крайней мере, на Амазоне. Такие металлические полки, они очень дорогие, по 70-80 долларов стоят. Поэтому мы как бы на них сделали ставки, потому что просто так мне было жалко денег тратить. Я уже не помню, за сколько мы купили, за 20, либо за 30. Ну, что-то около клуба, да. Так, у нас еще одна коробка осталась. И, похоже, последняя коробка это такой собачья клетка, ну, скорее, как манежик, что ли. Итак, я разделил баню коробку, но выглядит, в принципе, не тронутым. Это внизу застилается, судя по картинке, может, манежик. А вот это вот строится такой заборчик круговой, ну, либо там многоугольный. Все в пленке, в стяжках, я не думаю, что мы это даже будем распаковывать. комплект должен быть, все, внутри какие-то скобки есть, это все, скажем так, заводское запаянное, видимо, деформации нету, поэтому это однозначно точно мы будем продавать, потому что собачку, ну, что, в ближайшую неделю заводить не собираемся. такой новый заявлен, как 80, а мы, наверное, купили за 25, да. так что будем продавать. Ну да, здесь вот маленькая такая картинка есть, так она выглядит. Да, вверх ногами только. Все, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока.